Всем привет! Это подкаст «За площадкой» и мы продолжаем снимать для вас выпуски. Меня зовут Артем Салтыков, это Никита Падул. И сегодня с нами здесь Александр Мурза. Представление не нуждается. Я хотел бы начать с того, что поздравим Никиту с попаданием на Матч Звезд. Конечно. Да, супер. За сколько, 7 сезонов? Мы шли к этому тысячу лет и наконец-то мы уцели. Ты понимаешь, ты раньше него даже попал на Матч Звезд, Саня? Это удивительно на самом деле. Для меня уж точно. Ты раньше попал на Матч Звезд, раньше стал капитаном на Матче Звезд. Все раньше. Посмотрим, кстати, если ты не капитаном теперь. Да, посмотрим. А есть у тебя номинанты другие? Кто? Как вы считаете? Комменты пишем. Санчес, ты сейчас в Москве на постояночке. Как только. Поэтому мы тебя зацепили на подкаст. Я к чему говорю. Так бы мы тебя не позвали вообще. Если бы надо было везти откуда-то, да. Не пришлось везти из Екатеринбурга. К чему? Когда вот команда Союз была основана все-таки. Союз нерушимый. Все дела. Рушимый получается? Ну, получается, рушимый. Как так получилось? Как тебя вообще пригласили в 3 на 3? Ну, со мной связался тренер Габабьяна. Он со мной связывался еще перед Новым годом. Перед 2023. Но я отказался, потому что была в середине сезона. И вот стоило ему связаться все-таки плотненько с тобой и сразу все. Да, да, да. Я притащил свою ауру разваливания команд. А почему? Есть какая-то история? Что-то развалил до Союза. То есть ты как Горбачев получается. Ну, разок он развалил МГАП все-таки. У него все-таки, там, сколько карьеру ВСБ? Шестилетний. Он разок все-таки смог это сделать. Ну, и то это сделал не я, а Щербаков с этого начинал. Ну, в команде ты присутствовал. Ладно, да, так. Повезло. Ну, зато я развалил урфушки в финал Лиги Белов. Это тоже знатно развалил. Прям очень знатно. Сколько ты был в Союзе, получается, где-то два? Два месяца, да, что-то такое? Полтора. Больная тема, я понял, что ты не стал нафил, брат. Не, ну, там вообще громкие такие. Так что на донышке они тебе не будут ставить. Громкие вот эти вот, ну, пошли заголовки. Мурза переезжает в Москву. Типа, Саша покоряет баскетбол 3 на 3. Там, типа, Союз усиляется. Все-таки удалось уговорить, перевести свои таланты в Москву и Екатеринбург. Все-таки начали пристально следить и просто через месяц. Союз команды больше не существует. Так они посмотрели на меня, поняли, что талантов никаких нет. Такие, как его слить-то? Развалим команду. Тренер говорит, ладно, ребят, я поехал. Удачи. А как так получилось вообще? Расскажи. Как вам официальную версию? Обязанная только официальную версию. Ну, давай. Две команды от одного предприятия не может участвовать. А так Химки Пауэр чемпионы Ю-23 на них больше как бы надежд. Решили оставить их. А там сказали, ребят, 31 числа, до свидания. Я такой, 6 числа за квартиру платить, да? Хорошо. Хорошо. Поплачу с почки. Потом со второй, потом пойдет задача крови и так далее. Ну, и вот посмотрим какие таланты у Александра Мурзова. На оранжевом сайте. Как ты дальше просто, ну, уралбаскет подсветился, получается? Ну, да, повезло все-таки, что тренера, что Владимир Владимировича Габавиан помог попасть в уралбаскет. И, надеюсь, проживу еще месяцочек в уралбаскет. А уралбаскет чисто взяли по прописке твоих, что ты в Екатеринбурге там ошивался уже? Да. Такие так, ну, он вроде в ЕКБ жил последние 5 лет. В ЕКБ, значит, уралбаскет нормально. Да. Они думали, что, наверное, я за уралбаскет бегал, но потом... И мы поняли, что нет, в итоге... И тут они прокололись где-то. И они такие, хлопаешь в ладоши. У вас тренировки есть-то вообще? Как вообще в уралбаскет это все происходит? На самом деле, я думал, что мы будем приходить, нам побросали, поиграли. Серьезно? Ну, я думал, это медиалига. Так, а куда ты попал, подожди? Кстати, расскажите секрет. Там, где я играю, мы примерно так и играем. В медиалиге. Не, у нас там идет активация мышц первые 30 минут, потом разбежка, броски. Что-то на мою тренировку больше похоже. Слушай, ну ты тренеру скажи, что это не помогает. За 10 минут вы не успеете активацию сделать. Ну, слушай, если бы я это говорил, я бы даже на 10 минуты не вышел. А кто тренер-то Васильков или Агабабьян? Васильков. Васильков тренер. А Агабабьян там просто сзади где-то стоит и вообще кричит громко. А Агабабьян просто, ну, он подсказывает нам, кто как играет, как с ним защищаться. А Агабабьян подсказывает тебе, кричит, Сань, да ты хорош, нормально ты играешь, все будет хорошо, да? А там не надо кричать, там просто по плечу побил и сказал, молодец. Я же там не где-то на поляне на тайном колесо бегаю. Молодец, Сань, все правильно делаешь, поактивнее можно сделать активацию мышц ладоней. Да, я один раз разрешался, мне сказали, молодец, садись, весел. Сань, а в связи с переездом в Москву, естественно, ты не тренируешься в Сурфу. Вообще, какие сейчас договоренности с командой в целом? Планируешь ли ты, ну, сейчас больше акцента может быть на СБ сделать? Ну, договоренности, что я приезжаю на игры. И просто отыгрываю, потому что с комбинациями, слава богу, повезло немного, мозгов есть, я запомнил. Они не поменялись, да? Нет, они меняются, и мне лезет в том, что я быстро запоминаю ее. И поэтому, как бы, пока я просто приезжаю на игры. На первый тур я приехал раньше, чтобы все-таки познакомиться с командой. Ну, естественно, для меня поменялось то, что раз я не тренируюсь с командой, я выхожу с лавки. Немножко непривычно, но ладно, буду учить молодежь играть в уральский баскетбол. Но самому-то, как бы, нормально выходить из банки? Да, абсолютно. Как бы, абсолютно нормально, я все прекрасно понимаю, что… Я бы не понял, наверное, если бы я продолжал тренироваться, и меня бы усабили на бане, тогда бы я спросил тренера, что произошло, почему я здесь. Ну, а так, я все прекрасно понимаю, я уверен, что если вдруг я ему понадоблю в старте, то я выйду в старте. Давай еще раз вспомним, какой состав у вас был в прошлом сезоне. Никит, ну ты хорошо сидишь, нормально общаемся. Он просто сидит такой. Я сначала подумал, такой, так, в старте, в старте, скамейке. Я начал думать, а мне это как вообще удобно выходить в старте, в скамейке. Как раз, вообще, ты в старте, мне кажется, я реже выходил, чем в скамейке. Да вот я в старте только сейчас начал выходить, потому что, ну прям совсем… На самом деле, вообще без разницы в старте, не в старте. Главное, как бы, чтобы тебе концовку доверяли. Ну да. Как раз его нурзык уже в прошлом году выходил в основном со скамейки. Да. На концовку доверяли ему. Да. А что и он, и Костя, ну расскажи, как так получилось? Для тебя ли стало это вообще шоком, что и тот, и другой ушли? Ну, мы все слышали от них, что как бы там, возможно, это для них там последний сезон. Но я на самом деле это не воспринимал всерьез. Я думал, что типа, сейчас мы добьемся какого-нибудь результата, не четвертого места, как обычно это бывает. И как бы пацаны обдумают, посмотришь, что состав остается, можно будет сделать, так сказать, последний заход. Особенно на фоне вторых мест. Мне кажется, просто пацаны такие думают, так, ну у нас была как бы цель одна в АСБ, обыграть МГАФК. Ну они думали, что обыграть МГАФК можно только в финале. Тут каким-то чудом там все звезды сошлись, пацаны круто сыграли, все там, мы ужасно сыграли. И они обыгрывают МГАФК, не дотянули в финале. Ну цели уже нет, как бы все, они обыграли МГАФК. Ну что еще надо сделать в АСБ, и поэтому пацаны такие, да, все, завязываем уже с этим. Все, мы пошли. Все, у нас был сбор после сезона, закрытия сезона, где они объявили о том, что они уходят. Ну для меня это был шок. Я потом все лето уговаривал вернуться, но у меня не получилось. Ну то есть, а причины какие? Просто, ну пусть будет причина устали от баскетбола. А ты уехал из ЕКБ, ты их уговаривал, уговаривал, планируя уезжать из ЕКБ в Москву. Или ты поуговаривал, понял, что нет, и потом уехал. А то было бы забавно, если ты их уговорил, они такие, ладно, из-за мужья останемся в команде, попробуем еще разок. Приходят, а ты с Москвой. Ну я их уговаривал до того момента, пока я не понял, что я, возможно, уеду в Москву. То есть до этого момента у нас были разговоры, что я говорю, давайте, пацаны, остаемся, попробуем еще раз залезть в финал. Но они были категоричны. Китай, куда уже пробовать? С тобой попробуем залезть. О да, я все вспоминаю вашу игру. Слушай, на пятнашку ввели после первой. Что дальше произошло, Саня? Я не знаю. Я в себя пришел, когда сирена прозвучала, я увидел, что мы проиграли. Ну типа я не знаю, меня как будто отключило после первой четверти. Причем я, если мы окунемся чуть-чуть назад, когда мы выиграли Малаховку, все, возможно, думали, что мы там на эмоциях выиграли и вышли играть своим мехом. У нас уже в раздевалке через пять минут все готовились к финалу уже тогда, после полуфинала. Все настраивались биться. После первой четверти мы ввели пятнашку разговоров, что типа все игра сделана. Ни от кого вообще не звучало, все говорили продолжаем защищаться. С мгавком? Нет, уже своим мехом пятнашку мы ведем и нет разговоров, что все мы победили. Я смотрю на пацанов в глаза и у них нет такого типа все, все готово. Все были готовы биться и просто, не знаю, для меня было... Вот в чем проблема, не поверили в свою победу, получается. В моменте просто отключили. Ты мою игру видел после первой четверти? Ее не было, вообще не было. То есть я, грубо говоря, я больше всех перегорел и я не показал ту игру, которую должен был показать и все. Я не смог даже им помочь. В целом, как бы, смотришь ту игру и ее не видно. Ну, по крайней мере, выиграть вас она помогла. Ладно, ты уж сам сказал там Щербаков сделать. Нет, последняя трешка была решающая за ним по-любому. Ладно, ладно. Я шучу. Не, Гид, а ты не пережил, когда два года подряд... Пережил? Как я это? Или что? Как ты пережил поражение? Пережил. Да нормально, кстати, пережил. Ну, конечно, обидно. Понятное дело, что стремно проигрывать два раза подряд. Тем более, когда ты играешь за Мгавку. Это вдвойне стремно. Тем более, там уже, наверное, такие случаи ходят, что, мол, там, вот Мгавка никогда не проигрывал два года подряд. Все, поколение уже не то. И ты думаешь, так, то есть я, получается, один сейчас из старших игроков Мгавка, один типа из ведущих, поколение не то. Получается, что-то дело во мне. Типа не могу привести Мгавку к чемпионству. Но, да я потом, ну, не знаю, первые там пару дней, понятно дело, обидно и стремно. А дальше нормально, переключился. Там еще сезон 3 на 3 продолжался. У меня там как бы основные задачи тоже стояли на сезон. Поэтому переключился и спокойно. Все равно это все спорт и без поражений не бывает, как бы. За поражениями идут большие победы. На 7 лет это поражение, что-то я победу еще не увидел. Сколько там оно должно идти? Я думал, в Москве победа будет. Заиграю профессионально и там проиграл, уволили. Я, кстати, помню, ты говорил о том, что парня, по-моему, именно перед финалом сказал, что если… Я на последней тренировке перед выездом в Питер, я некоторым пацанам, которым я больше доверяю, что они не распространят это на всеобщее обозрение. Но сейчас уже можно… Я им сказал, что пацаны, если мы проиграем, я позвоню и попрошусь в Мгавку на следующий сезон. Если мы проиграем вам, я реально бы попросился в Мгавку. Вот бы трансфер был, конечно. Да какой? Бутылки подавать или нет? Человек в черном списке УРФУ сразу был бы. Там, типа, въезд в Викторинбург просто запрещен. Зато на туру бы не ездил бы туда с вами. Ну, кстати, да. Ну, или бы вообще с вами. Или вообще в натуре заст не ездил бы. Это мы к слову о той истории с КФУ, которая была. Великолепная. Кто смотрел нашу студию Драфта, прекрасно помнит. Саня, ты на громкой. Саня, ты на громкой. Я в шоке, Александр. Я уже играл за… Подожди, хорошо, давай так. Ты не хочешь играть за восток? Или ты хотел бы сыграть за запад? Ну, как я могу спорить с капитаном? У меня к тебе вопрос. Ты хотел играть за запад, Саня? Давай честно. Да, я играл уже за восток, я хотел… Да, Максон, ну у меня тут трейд, короче, замечается. Давайте я дам Тимофу, ты мне чербакай. Раз он не хочет за меня играть, зачем ему не нужен? Все. Изба своего. Понял. Короче говоря, после этого года только у тебя появился конкретный вариант с 3 на 3 и с переездом. Или, может быть, кто-то не только… Владимира Габабиан тебя звали в 3 на 3. Кстати, мы можем вспомнить еще и Инанома. Вообще ту коллаборацию, которая должна была быть, а что там мне срослось? Вешеная приготовка, какие 23. Что именно там мне срослось, я не знаю, но я звонил Инанома и узнавал у них по поводу… Инаноми? Инанома, я не знаю. Нормально. Ну и я получил легкий ответ, что им там во мне много чего не понравилось, что я был самым большим разочарованием из всей четверки. Ну как бы нормальная критика, я спокойно воспринял, понял, и начал искать команду дальше, потому что хотел попробовать все-таки куда-то попасть. И искал именно московскую. Я очень сильно хотел Москву. И в итоге вот оказался единственный для меня вариант это с союзом. Кстати, а что у тебя не было в Екатеринбурге на фестивале университетского спорта? То, что там Мамонов, Бурик, Шишкин и Азак, классный состав, но все-таки твое отсутствие вызывало вопросы. Я приехал из дома 10 августа. Пацаны уже готовились две или две с половиной недели. Как бы я тренировался с ними, но я понимал, что меня уже не возьмут. То есть будем считать, что причина была мой поздний приезд, а настоящий причина даже я не знаю. А то есть у тебя нет такого карт-бланш там, что ты мог приехать как звезда и... Нет, сами поняли, все равно нет. Там нету такого. Он, я звезда, из мани выхожу с молодежью. Нормальный карт-бланш, да? Он говорит, хорошо прям. Я говорю, нет такого нет. Но я ехал в Екатеринбург в смысле о том, что я попаду, что я буду участвовать на этом турнире, но не срослось. В принципе, как моя карьера в 3х3 в дальнейшем. Ладно, Саня, все победы еще впереди, не переживай. Сейчас создадим какую-нибудь команду. А после развала Союза, как бы это ни звучало, кто-то предлагал? Такое ощущение, что мы сейчас берем интервью, ну, человек, не знаю, года 70-го, наверное. Так, ну после развала Союза как там вообще было-то? В наше время Союза было лучше. В наше время Союза было лучше. Да? Ну давай, как бы я приготовился к отказу и думаю, что буду делать дальше пока что. Как тебе Москва в целом? То, что ты жил в Екатеринбурге, ты жил в Крыму, получается? В Донецке. Все вот давно. Но Москва для меня это новый уровень. И как бы помимо того, что попытаться профессионально играть в Москве, я очень сильно хотел попасть во всю баскетбольную движуху в Москве. Там медиалига, юбей. И вот я туда попал, и мне пока что все очень сильно нравится. То есть и в том числе из-за наличия всех этих движений, турниров, которые проводятся только в Москве, неохота сильно переезжать куда-то, возвращаться в тот же самый Екатеринбург на сезон, и дальше там не будет ничего делать. А как ты в Екатеринбурге подрабатывал, вроде что играл еще и в коммерческих турнирах? Что же было делать? Да как? Стипендия на самом деле, коммерческие там турниры немного и помощь родителей. Ну это была вся, ну в основном. Но помощь от родителей я брал редко, когда меня прям очень сильно поджимало. Там если за четыре года, это можно сказать, ну раз и два. А так мне хватало стипендий, там это моя мат-помощь и легких коммерческих турниров. Легкие коммерческие турниры. Да нет, кстати, по меди-лиге нормальная тема. Сейчас. Хупсы. Ага. Манебол. Бионбокс. Да. И все. И можно жить. Бионбокс, а ты что думаешь, твой формат? Ну я бы попробовал один на один поиграть, на самом деле. Я не знаю, как я играю один на один, но я бы попробовал, а потом уже строил бы мысли мой формат, не мой формат. Да. От кольца до кольца один на один манеболе, я думаю, мне будет попривычнее. Сто процентов. В общем, мне кажется, нормально. Ты впишешься, как бы не то, что там сразу будешь что-то выигрывать, но там на среднем уровне точно будешь нормально смотреться, потому что у тебя габариты более-менее неплохие. Ну типа защитный стойчик, там руки длинные и дела. Вот. Можешь поиграть там трешечку, может там на дурака тоже завалишь. Все, уже считаем. Один матчик выиграл. Как вам, очиста. Ну да. Да не-не, мне кажется, кстати, прикольно на тебя посмотреть в этом формате один на один, так что увидимся в клетке. Кстати. Опа. Опа. Все, интересно. Ты тоже возвращаешься к этому? Ну я хотел бы, да, если меня будут звать, я принимаю все предложения. Ну да, связь с биомбоксом через тебя. Да, да, пиши, сейчас там кейру наберем, состыкуемся. Слушай, по поводу вот как раз игры с Малаховкой, что хотел вспомнить, что вы жестко сгорели в Кемерове, вот. И так сразу в итоге в Питере. Ну то есть, как будто бы там был финал РЖД, здесь полфинал, как будто бы совершенно разный настроек у вас был. Как будто бы Лига Белов была сильно принципиальной. Ну я не скажу, нет, я не скажу, что она была сильно принципиальная, но разница между играми была в том, что я не знаю, согласится со мной Никита или нет, но в РЖД мы вышли, грубо говоря, как мальчики для битья. Как бы понятное дело, что да, у нас там был план игры, что мы играли, что мы много, что мы не попадали открытых боеобразков по сравнению с полуфиналом, но мы были реально мальчиками для битья, с нами Малаховка было более жестко на грани фола, и они за счет этого нас съедали, мы были к этому не готовы. То есть к полуфиналу мы подходили так, что если надо будет играть грубо, мы будем играть грубо и жестко, но не так, что дисквал, неспортивный, у нас по-моему был один только неспортивный фолл, там Урзыка сделал его. Ну, обоснованный для нас был фолл, мы не дали просто легко забить, но мы готовились именно к битве, потому что надоело проигрывать и как бы не хотели играть снова за третье-четвертые места, как и в прошлом сезоне. Да, мне кажется, вообще вот это противостояние там ГАФК к УРФУ, мы вообще очень много матчей играем, по ходу сезона еще постоянно попадается, что мы там друг с другом играем, не знаю, по 6 матчей за сезон, и там это вообще еще давно-давно, там еще до того, как мы еще в АСБ играли там, ГАФК с УРФУ тоже все время играли, там были какие-то зарубные игры периодически, и у нас уже складывается такое впечатление, что типа «А, ну все, УРФУ, ок». Типа, ну даже они там прибавляли, прибавляли, видно было, что они прибавляли по ходу сезона, ну как бы как будто мы знаем, как играть в УРФУ, и все нормально, мы их там обыграем в любом случае, даже если будем плохую игру показывать, потому что у нас по сезону тоже были матчи, где там пять очков выигрывали, у нас такие прям перепады, мы там пять очков могли выиграть, потом в следующем матче могли 30 выиграть, и также в суде Герджида мы вроде выходили настроенные, и просто как будто ну реально никакого сопротивления не было, и выходим потом на полуфинал Лиги Белова, ну в целом такой же, как обычно настроенный УРФУ, классика, ну не то, что мы недооцениваем, но и вроде как уверенно себя чувствуем, и просто видно, как парни, как будто серьезно по-другому вообще играют, и сразу и жесткость была, еще, ну отчасти, наверное, там немножко фортанул, ну как они, свободные трехи попали, как бы они были свободны, они выводили хорошо на трехи, забили свободные трехи с очень хорошим процентом, сразу как дали такую Леща нам с первой четверти, и мы такие, опа, там сколько там, по-моему пятнашку, пятнашку, горели после первой четверти, я такой, так, неплохо, вот, то есть видно было, что парни реально заряжены, и вот этот заряд в этот раз у них не гаснет, прям был на протяжении всего матча а так будет они заряжены что будет в этом гаснут а тут были прям эдик семенов говорил что понятно что у нас есть скаутинг там гавк у нас есть скаутинг там ног бы гутит ну типа урфу разобрать невозможно кроме андрей викторович единственный кто смог это сделать забавная ситуация с скаутингом урфу все знают мне кажется там смотрят их игры что у них очень такой шебутной баскет плане принципе каждый может с перехода остановиться бросить средний бросить трех у как бы у них такие быстрые атаки там за 7 8 секунд вообще нормально вообще это классика но но мы значит про скаутинг как мы наши тренера про скаутили их там основные три комбинации у них выявили целых в 3 мы там нас второй состав гавка наигрывал эти комбинации у себя мы там не знаю раз в два в три дня играли с ними такие типа спарринги 5 на 5 они крутили чисто комбинации урфу чтобы мы ну на площадке смогли понять как против них защищаться потом мы выходим на игру и у нас другие комбинации как бы я не делал этом акцент но я смотрю они не играют эти комбинации вот эти три основные комбинации они не играют ни одной я такой я даже моменте не придал этому значения но думаю были красавцы парни финал другие комбины подготовили говорят сайте мохин дружок общается мне не знаю с кем он общался за фуну и как бы он сам играл с гурфу нормально общается играть но вам вообще хана у нас второй мгак вашей комбинации выучил типа мы их я не знаю повлиял это или нет или может быть они реально просто другие комбинации готовили к финалу но по факту они эти они начали играть пару эти комбинации которые мы отрабатывали только в конце игры когда там уже прям поджимал и видимо это такие у них на игры на зависит он комбинации они их сыграли пару раз а напряжение всей игры вообще их не было просто не будет комбин вначале мы вернемся к эдику который скаутинг урфу тяжело понять мне он говорил да шо вас разбирать вас сюда сюда и все понятно то есть у меня вот такая информация была а по поводу тимохи то что он как бы нам слил то что вы знаете наши комбинации но слушайте когда начинается сезон мы заказываем нашу основную комбинацию в которой должен получить мяч и шум со мной стоит вот так вот сразу тяжело не понять что вы все уже знаете еще до полуфинала поэтому конечно полуфиналом и сразу после ржд подготовили сразу же новые комбинации и просто не показывали ну тогда у нас вас сани будет спать спокойнее когда он посмотрит то есть типа это сто процентов его слова не повлияли когда он нам это сказал мы сказали у нас уже новые а он нам это не сказал вот в чем залог успеха оказался мы так сильно прыгать меня так сильно готовились манико не крутили комбинации соперника тут я разговаривал с эдиком он рассказывал что не взаимодействие с одним и тем же окончанием но разное начало он сказал что он решил крутить их против вас и через три минуты вы выигрывали мгу крутя их в его комбинации против него да это прикол у нас посмотрел прикольный кстати движение давайте мы его же и сыграем это было прямо во время игры я помню он нарисовал его и говорит ну давайте вот у них же тоже в этих местах слабые места и мы эту комбину типа новая и пошарашили да или стоит такой типа а че делать как бы поэтому не надо не забавно не у нас скаутинги постоянный но у нас там видео мы смотрим но не такого что мы там прям кто-то комбинации разучивает а не знаю там 3 пятерка разучит комбинации она играет комбинация соперника такого нет ну чисто видео смотрим да частенько там ну ты сам понимаешь айкью баскетболистов но в нашей команде точно не у всех позволяет нормально с видео запомнить комбинации и потом в игре такие так я помню как здесь защищаться за то че вы такие смотрим видео и половину там за дремакт еще что там таки выходим мы же это разбирали на видео и такой помыть разбирали ну по шуму я точно сказать что у него айкью хватает запомнить какую комбинацию где меня перекрыть я прям это знатно замечаю я ощущаю вы сколько раз тренируетесь на тренировались пять раз про программа уровне малаховки или ильма побольше наверно две тренировки людей ну раза три в неделю до две тренировки день и получается 7-8 тренировок получать у нас пять точно есть при этом сам там плюс коммерческие турниры еще качалка ну короче да все жестко забил короче больше тренировки чем союзе получилось ну в общей сложности забрать за четыре года и два месяца туда на кого ты отличился организатор работа с молодежью бакалавриат не планируешь по профессии нет организовать молодежь чем кого-нибудь клуб может ходить такой флава хорошо тусоваться боюсь молодежь там могут не пустить да кстати меня не пустили во флава саня тимохин вместе с ними пустили понятно дело у нас вместе с ним не пустили финал лиги белова игры если шутки шутить про то что ты там что-то команды разваливаешь то по-настоящему нет вот у я в команде в союзе есть хованский дания вот его поэтому лаптев не перевел из мгавка 2 в мгавка 1 потому что не хотел чтобы развалился мгавка 1 потому что даня был в байкале 3 на 3 байкал развалился даня перешел в союз союз развалился я теперь вообще думаю с опаской смотреть на даню есть куда он идет туда точно не надо суваться потому что ничего не задерживается хотя у тебя есть история того как он прибавлял в целом да нет даня молодец он реально очень трудолюбивый парень и красавчик делает там себя сам ну сделал себя сам вот но но надо быть аккуратнее санте в команде то есть урал баскет надо быть аккуратно вот урал баскет надо думать что все деньги потратят на следующий год такие хорош но у вас гораздо больше игроков чему тоже флей вы на самом деле насколько вот это ощущение что тоже уроки тим кучи игроков и планы не играет мотивация пропадает а кстати сайнара тоже куча игроков не играют просто ездит не знаю мне это на самом деле типа за атмосферу за войне от 1 или типа расстроился что не но не не выпускают нет атмосфера white мне очень сильно нравится как бы да там я все равно бы ну поддерживаю пацанов но внутри самолюбие то есть и играть играть хочется понятное дело что там как бы нас как-то вознарождают за их ну за участие и так далее но все равно как бы я тут приходил играть еще выиграю мало но я думаю что вот у нас есть две игры надеюсь мне дадут побегать правда не за ним потому что за ними точно успею да не но мне кажется просто вообще под этот формат где всего 10 минут игрового времени порядка четырех игроков сильных хватит во первых потому что и пацаны будут чувствовать игру ну потому что не будет больше времени поиграть когда там тебя в составе там порядка восьми игроков которые там достаточно сильные и лишние проблемы с тем как их ротировать чтобы никто не обижался тоже чтобы они почувствовали игру в первую очередь потому что ну сложно за две минуты игровых почувствовать там игруку это сайт ты еще и стример у нас оказывается начинающий да начинаешь конечно не знаю я уже давно запрещенном сети вижу это все время выкладывать свои стримы но выкладывал я последнее время не укладываю запрещенную соцсети она же запрещена все правильно получается закон послушных ожиданий конечно метод одно предупреждение за красный на красный перешел вообще что ты стримишь какие игры и дабы любые компьютерные игры потому что пока пластейшен у меня нет я компьютер специально для этого все собирал причем это стационарка у тебя не да у меня ноутбук я его собирал мне помогали потому что я не разбираюсь в системных требованиях и что долго собирал ну на сам компьютер я копил год и потом все это закупал там же тоже все говорят там что-то запчасть закупай тут надо все это идет а я это все потом за раз все закупил мне все привезли приехали мне помогли собрать и я погнал светится он такой красивый такой да немножко есть такого собственно наши друзья из мир танков также занимаются как раз таки играми и мы обязательно посмотрим то на то на что сами способны давай есть пробитие рикошер когда читал 3 куда я сейчас выйду пробитие сам устроит опа не пробили тело немножко ба тогда конечно знаешь как затягивать это когда химки пауэ приходишь на спарринге там просто в мир танков падаешь черевков соловьем просто танчик цуканов тоже сейчас уже немаленький на самом деле ну да кстати цуканчик тоже да вообще я думаю что отбор идет чисто по жопам в концепцию химик пауэ в концепцию обрамовский колми ой саня первый матч звезд в том году ты приехал я помню тебя просто дар речи потерял как на студию приехал к нам как ты ощутил себя первых на матч звезд капитаном в целом да я вышел кайфовать думал сейчас будем веселиться играть а запад вышел нифига не кайфовать я скажу как человек со стороны я туда гостем поехал чисто посмотреть как пацаны которые звезды асб рубятся в мод сходить естественно и это да я я так как был тренером запада антон владимирович я с ними там двигался на тренировке просто так чтобы это немножко форму не терять пока там сам захот приехал да я не говорю я побросаю там у вас вот у вас пока время там на боковой колечке выбросаем да да окей я даже разбежки с ними делал окей делал и потом ну смотрю как они тренируются там все по фану две комбинации нарисовали на люпы ну чтобы красоту сделать чтобы можно было кит комбина ну подали уп сделать все класс все вообще на максимальном расслабоне такой атмосферки поболтали посмеялись потом с я там брал типа ля флеш интервью с ребятами из востока смотрю их тренировку там они прям потеют у них там чуть ли не один на один было на тренировке или там что такое ну прям реально ну серьезно все таки ну их 3 мы будем играть типа на победу мы выиграть серьезно ну не сложилось со стороны такое впечатление что как будто бы восток больше такой был ну не на расслабоне атаку больше серьезный ну по мне то что не скажешь и играл на серьезе представление я выжил я здесь да вот 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 я тут буду бегать немножко университета город екатеринбург капитан команды сборная звезд востока номер 44 александр да ну не знаю по матчу звезд я честно даже так не помню кого там выделить что прям кто-то прям упирался с первых минут вроде как все так старались но больше пофанится но фан у студентов получился такой конечно соусол согласитесь девчонок был более ярким мазил с чего ты даже кстати успел посмотреть я соглашусь сто процентов я я провел там весь день смотрел там все матчи все всякие мероприятия все конкурсы у девчонок был крутой матч во первых было круто много моментов девчонки ну играли рубились с первой минуты и у них прям напряженка была и рубились да 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 там то с центра забивали помним и даже любимая баскетболистка да да можно не 8 с бы туда отправить поменяться а то есть игроком читаешь да ну я сомневаюсь я как игру туда уже попаду да ну что выйдешь второй раунд потом голосование не думаю короче не планирует шаг напрягаться все понятно да не как бы если раньше была задача ты ну как я говорил попасть на мой звезд я хочу я попал то часто условно типа пацаны дайте мне мяч я хочу попасть я набьюсь и статистику она мне точно на причине чтобы если надо помочь набрать очки давайте покрутим к тому комбинацию взаимодействия найду момент для броска или для атаки я сделала так просто брать на себя и рогами в пол смотря идти под кольцо но мне точно надо чем в раздевалках ваших команд как много разговоров по удалству вот я хочу на мой звезд вот там набить статку и так далее ну нас типа у нас ни разу я не слышал у нас слышу парни некоторые смекают что у нас начале игры более будут лайтовые и мы там будем прям выносить скорее всего и так здесь мы должны набивать стату и ну по некоторым игрокам реально видно что они такие там тренера можно выйду еще там тренера можно еще что-то и прямо выходят реально набивать стату потому что ну у нас там гавки все в принципе могут забить во всех матчах но особенно с более слабыми соперниками там можно вообще легко набирать очки и все там сразу идет фарм очков фарм подборов и думаешь класс а потом они набивают стату а потом вторую пойду нет в том-то дело я так не хочу поэтому я никогда не ездил хочется хочется поехать на матч звезд но при этом не хочется мусорить хочется просто играть баскет и в интересных матчах зарубных играть там нормально забивать там где понятно сделанный результат наоборот дать тем кто меньше играет в серьезных матчах чтобы они там получали группа чтобы они наигрывались были более там там уверены в серьезных матчах вот у меня такая логика но у нас в раздевалке бывают ходят такие разговорчики не будет конечно говорить кто и что но такая есть дежуха иногда я знаю что ты сделал предложение до своей девушке когда свадьба или вы будет ли какая-то может нет но мы планировали летом но там у нас случились не очень приятные события мы ее пока перенесли летом не прошлом который уже прошло нет вот этим который будет где в москву переехал дайте накопить и цены видео да ну свадьбу можно сделать не в маске тяжело а у тебя невеста из екатеринбурга нет откуда я мало не есть к этому но она переехала века учиться до в екатеринбург а я сейчас учитель работа она закончила бакалавриат со мной мы одноклубники я пошел на магистратуру она сказала не я хорошую сочи но вообще я слышал о том что она про за тобой куда угодно плане но на самом деле да она готова она там ездила в кемерово на финал восьми она брала отпуск за свой счет поехала в питер к с нами и когда есть не обсуждал вопрос что я хочу попробовать заиграть профессионально я хочу попытаться перебираться москву я с ожидал ее реакции потому что ну как бы сложно когда-то человеком живешь два года и она скажет условно типа нет я не поеду она сказала типа да хорошо получится поедем и даже когда я не рассматривал профессиональную карьеру я с ней разговаривал что типа мы проиграли финал получается да там прошло какое-то время такой может малаховку перевести ну чисто я такой с ней она говорит но если хочешь давай окей поедем типа в малаховку просто то есть она настолько в малахов ну то есть чтобы я чисто играл по студентам последний сезон но и она готова со мной было поехать везде и мне это было очень приятно и мне это очень сильно помогало с точки зрения того что люди человек меня верит помимо родителей кто-то в меня верит но это же самое для меня этот переезд был дополнительной ответственностью потому что когда я сюда ехал меня всего трясло я боялся потому что я чувствовал ответственность за нее что если у меня здесь не получится как собственно говоря сейчас у меня немножко не получается то будет ну вот нам очень тяжело а если бы я ехал бы один то я по тогу сильно не переживал ну не но это все равно очень круто за что поддерживают и значит что повышится конечно куда я денусь у меня уже варианта не уже не соскочишь уже дать его до уже все а черепашки не да я очень сильно люблю черепашек просто у меня были шорты и решили подарить футболку кстати меня на покупку шорт за скамела таня очень сильно за скамела таня это да невеста мне нужны были шорты и мы ездили был какой-то турнир три на три в екатеринбурге локальный бренд new park мне не на брене парк нами у меги был мы гуляли под торговым центром и увидели там острог азии 71 недавно открылся там зеленые шорты там черепашки ниндзя злодеи или мне очень сильно понравились я три парки не злодея не вернетом злодеи их были изображены ты давай нет эксперты эксперты в студии ну так как это наше детство и получается я такой думал купить не купить купить никуда покупает тебе надо тебе хорошо тебе все я просто карточку прикладываю имеется минус 5000 я такой мне нехорошо не нравится а я чего я ты сам покупал ты сам и пошла дальше с футболкой ты уже так не осмелился подарили да я понял что я не буду ее покупать она сильно дорогая просто подарили ну ты пока при бабках ты во вкус или наверное сейчас немножко месяца закончится пятерочка магнит верный это работа пока пока вот эти серьезно забавных вкуса был один раз наверное за года три-четыре точно один раз заходил туда и топим про заходил либо воду взял там на боже не хватило сразу какую-нибудь ну да там святой источник тебе за 115 рублей они за рублей ты вообще что-то готовишь себе или как как тут питаешься или покупаешь в плане заказывают или не питаешься а ты для я могу и приготовить это яичницу тельмени наше я могу приготовить таня не ну там мясо пожарить но я не сильно люблю готовить и у меня из-за тренировок у меня нет ни времени не сил поэтому договариваюсь с ней поэтому она готовит а я мою посуду нормальное разделение труда да ты покушали она отдыхать ты посуду как и знаете перчаточках в артахе в чем-чем перчаточках а потом варту мы обязательно для вас разыграем что-нибудь в конце выпуска и я предлагаю разыграть фартух. А на него перчатки и в этот фартух. Ой, Саня, конечно, удивительный путь такой у тебя в баскете, но... Но, возможно, летом он закончится. Не, не, серьезно. Вот представь себе, вот не будет вообще вариантов. Ты как-то все равно хотел бы в баскете остаться, может быть, не с точки зрения игрока. Или какие-то мысли, что вот я тут только игрок, а дальше уже как-то... Да, скорее всего, я тут только игрок, потому что если брать, например, одудиться на тренера, у меня характер как бы не подарок, поэтому мне будет сложно. На помощника тренера то же самое. Также буду взаимодействовать с игроками, мне будет что-то у них не нравится и мой характер будет давать о себе знать, поэтому в баскетболе я вижу себя ну только как игрока и все. А чем-то с таким характером вообще в целом и так, как он не подарок? В любой раз в целом забрать. Нет, он у меня именно в спорте, когда вот что-то не получается, то, что у меня должно получаться сто процентов и я, допустим, этого не делаю, то я начинаю психовать и злиться. А в обычной жизни я спокойный и тихий, и добрый мальчик. Меня даже тренер в «Арфушке» демоном называл. Демоном? Да, потому что я психовал, и до меня было сложно достучаться, когда я психовал. Я думал, ты просто в Богу не веришь. Веришь в Богу? Демона. Кстати, еще один вопрос появился. Я тут слышал, знаю и так далее, что ты не пьешь. Это какая-то принципиальная позиция? Ну, мне просто не интересен алкоголь. Вообще он не вызывает у меня интерес. И я видел в Крыму, в общежитии, я видел, как ребята выпивают алкоголь, как они потом пьяные крутят сальто, и их голову успевали ловить над полом, потому что они бы их разбивали, как пацаны на второй этаж залазили по трубе, потому что общага была закрыта и не падали. Поэтому я даже пробовать не хочу в будущем. А ты вообще никогда не пробовал алкоголь? Класс. Там живая пропаганда. Ну и друзьям со мной удобно. С клуба приведет, истории расскажет, все помнит, ничего, вспоминать силой не надо. Ну, как раз такие друзья особо не ценятся, которые все расскажут, все запомнят, и потом столько нового знаешь на утро себе. Нет, так я же им рассказываю только наедине, они... Ну, ладно. Но при этом в клубы типа ты ходишь? Нет. Не часто. Для меня в клубы, смотри, я по пальцам перечислил. В компьютерный клуб? Нет. В клубе я был на матче звезд со всеми, вот раз. В клубе я был на суперфинале АСБ в Екатеринбурге я зашел, два, и в Питере. В Питере я не ходил, все, два раза я был в клубе за 24 года. Здорово, человека на матче звезд позвали и сразу как-то клуб. Клубная карьера пошла. Да. Такая вот. Ну, мне было интересно. Я был там, чтобы выносить людей там оттуда, там довезти до дома. То есть такое чисто Реглядов. Роль принеси, подай и сиди. Ну, роль капитана, роль капитана. Ох, что у тебя капитанские дела. Ну, тебе это предстоит, не переживай. Не знаю, может быть мне это и не понять. Да, поймёшь, не переживай. Самое главное пикнуть, кого надо на драфте, если вы капитане. Ты ли пенка пикнешь? Так мы же с ним, а, ну если он будет. Ну да. Да не знаю, да посмотрим там, ну, я очень хочу, чтобы Жень Назаров попала с мгавка, вот это единственный пик, который мне прям необходим в команде. На снайпере, а так, там, я думаю, много будет нормальных ребят, кто хорошо умеет, там, что-нибудь выберем. Слушай, а правда, что химки пауэр, там, их оставили в структуре химок, но через некоторое время их, вероятно, не будет, потому что, ну, у них исключительно будет акцентом под U23-U18, когда вот это поколение перерастет. Если честно, я не знаю, потому что, хоть мы и находимся там в одной организации, тренируемся, но я как, таковым их, как командой, я не интересовался, то есть это, я там могу слой соловьем, посмеяться, поговорить с Ильей Рожковым, ну, а как у них там дела все изнутри, что за слухи, ну, мне это просто неинтересно. Нет, в том плане, что вы, вы обшали, вы абсолютно, то есть вы там даже не спаррингуете с внутренним. Ну, я пока не было у меня такого за два месяца. Посмотрим, будет прикольно, потом какое-то объединение в вашей команде тренировки. Азамат, Бурик, ты? Было бы интересно. Кстати, я слышал, я слышал, Азамат, Бурик, съездили в Сербию на сборы, конечно, там как бы все еще, мне кажется, адаптируется под такой уровень, но особенно Азамат, хотя я слышал о том, что не хочет играть 3 на 3. Азамат? Да, в целом. Что думаете, насколько велики его шансы через некоторые, потому что он 2002 года? Мне кажется, Саня, конечно, лучше знает, он, наверное, с ним больше общается, они все-таки в одной команде числятся. Но, насколько я знаю и сколько я с ним оболтал, ему вообще очень зашло, ему очень понравилось. И мне кажется, у него есть перспективы неплохие, если еще особенно он пойдет в какую-то структуру команды, где тренер выстраивает системную игру, потому что он индивидуально сильный игрок, но видно, что, конечно, там не знает каких-то нюансов, но достаточно молодой, поэтому, мне кажется, можно поработать и у него есть желание, он трудолюбивый парень, поэтому, мне кажется, у него есть какие-то перспективы в 3 на 3 точности. У Азамата не было интереса к 3 на 3, пока мы тесно не познакомились с этой игрой, вот первый наш U23, на который я попал. После этого он загорелся, ему понравилось, он хотел играть, но у нас не сложилось с ананома, у нас не было турниров дальше, и он подостыл. И получается, вот он опять попал на U23, отыграл хорошо, плюс турниры в Екатеринбурге международные студенческие, плюс сборная, то есть сейчас он загорелся снова, и он снова хочет играть, ему очень сильно нравится 3 на 3, и как бы все зависит от него. Мне кажется, вообще за счет того, что он там себя проявил, он же вот на фестивале международном в Екатеринбурге очень круто отыграл, и дальше вот сборная, и за счет этого, мне кажется, он сейчас тоже немножко так где-то посвятился, его и в медиалигу позвали играть вместе с Буриком, и в медиалиге, в своей команде, в Ричфлексе он тоже показывает, он лидер, прям он главный лидер, поэтому мне кажется, что может быть сейчас тоже так почувствовать, что за счет 3 на 3 у него есть какая-то интерес от других команд, и будет более глубоко уходить в 3 на 3, мне кажется. Причем если вспоминать тот же Белгородский суперфинал, там он просто выходил какой-то, просто я думал, что за агрессивный, что за неадекватный выходит. Борец выходит. Да, абсолютно из борцовского зала затащили. Он мне, кстати, кинул там прогиб. Вот я тоже вспоминал с тобой, не с тобой, Прямо у скамейки урфу. Это Казер был. Нет, нет, это Казер был, потому что мы это обсуждали, это Казер был. Да нет, Казер уже не играл тогда. Это было в Белгороде в 21 году. Ну, нет, Казер играл, это было последняя игра, и меня сама точно кинул на прогиб. Казер это был, потому что мы даже помним, мы обсуждали, что Казер бежит и перед ним, и он что-то там какое-то движение, и Казер вниз продают. Это да, это с мячом, а там было, что мы что-то боролись, и спорный был внизу, и мы такие за спорный, и уже чуть ли не спорный связи от меня просто берет кидательный фототип, и я такой, ладно. Я тоже думал неадекватно, нормальный парень оказался. Да, конечно, нормальный, хороший. Вообще, кто, пожалуй, для тебя, слушай, кто для тебя вот лучший друг в Урфу, или может быть, кто с кем ты наиболее тесно общаешься в команде, сейчас, после переезда в Москву, особенно, вот с кем удается поддерживать контакт? Ну, я так изредка могу пообщаться с Буриком, но это прям изредка мы общаемся, и с Мамоновым. То есть, это вот два человека, с кем я могу так или иначе просто там списаться, что-то узнать, что-то рассказать, и все, и то я общаюсь с ними крайне мало, даже сейчас. Я потому что, ты Костя и он после баскета, все, с собой. Ну, после баскета, как бы, я с ними общался, потому что мы с ними пересекались, там, вот, на этих наивах, на различных в Екатии, а потом, как бы, я уехал, и у них своя жизнь, у меня своя жизнь, как бы, так пока длился сезон, я с Костей, прям, ну, я общался плотно с Костей, с Азаматом, с Мамоновым, и с Буриком, и все, а так сезон закончился, все, двое только осталось, у меня друзей, прям таких, и все, и все, и все, и все, сколько раз я еще расскажу, и все. Это ли не повод сказать всем спасибо? Да. Друзья, это был подкаст «За площадку». Спасибо вам огромное за внимание, увидимся в новых выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok